В марте текущего года жители района приняли участие в рейтинговом голосовании. Ее основной целью было определение общественной территории для благоустройства с учетом мнения населения. В бюллетене были представлены три проекта. Это вторая очередь улицы Советская, сквер Яшлик и сквер Спорт. Всего в голосовании приняли участие 4999 человек. Сегодня можно увидеть то, как этот проект реализовывается. На улице Советской очень много рабочих. Большинство из них студенты Мамадышского политехнического колледжа. Здесь у нас работают студенты Мамадышского политехнического колледжа, второй курс строителей. И помогаем городу по благоустройству, то есть демонтаж. Как мы знаем, то, что здесь будет очень красиво, будет красивый парк. И, как говорится, мы начали с того момента, где был памятник. Решили помочь городу, чтобы произвести все это. Сейчас все это уберем, почистим. И после этого здесь уже начнутся строительные работы. Здесь одни прокладывают тротуары, другие проводят демонтаж памятника. Последний, самый интересный объект. Памятник солдатам Великой Отечественной войны был установлен в Мамадыше в 1967 году. Он был намного меньше нынешнего. Состоял только из стеллы с изображением солдата и медсестры и напоминал мемориальный комплекс. Именно те, кто погиб на фронте, были написаны немного позже. На мемориальном комплексе, который потом где-то в 2000-е годы появился, там были написаны фамилии 582 наших земляков, то есть горожан. А если по правде говорят, вот этот памятник у нас с надписью «Вечная слава сынам и дочерям нашей Родины», то есть это как бы всем нашим павшим участникам, всем землякам нашего района. Но вот фамилии только были наши мамадырские. И часто в наш музей обращались люди, жители деревень. Почему нет фамилии моего деда, моего отца, хотя эти фамилии из деревнях. То есть почти в 90-х у нас уже, в 90-х деревнях имеются памятники павшим землякам года Великой Отечественной войны той или иной деревни. Но вот это центральный памятник, только там фамилии наших горожан. Сейчас мемориал демонтируют. На его месте построят памятник по новому проекту. По словам сотрудников сети строя, реставрация должна быть завершена к августу. На новом объекте в золотистом цвете будут высочены даты Великой Отечественной войны и слова «Никто не забыт, ничто не забыто». С двух сторон на черном граните будут написаны имена и фамилии тех, кто погиб на полях сражений, говорит главный архитектор Мамадырского района Рамин Мениханов. В ходе демонтажа памятника здесь была обнаружена капсула. В исполкоме города сообщили, что тайна капсулы еще не раскрыта. Но известно то, что она хранилась там не одно десятилетие. Айгуль Надыршина, Богдан Рылов, Рамзеля Багаудинова. Новости Татарстана.